В Казахстане не собираются отменять дистанционный формат обучения. Так что первую четверть, как и было запланировано, дети проведут дома, сидя за компьютерами и планшетами. Об этом сегодня рассказали сразу четыре министра здравоохранения, образования, цифрового развития и заместитель премьер-министра. У каждого из них весомые аргументы в пользу того, почему детям не стоит возвращаться к привычной форме образования. Зарина, какова главная причина? Добрый вечер. Главную причину назвал министр здравоохранения Алексей Цой. Суть сводится к тому, что лучше учиться дома и не рискать жизнями своих родных, которые могут не справиться с коронавирусом. Это люди с хроническими заболеваниями старше 65 лет. В Казахстане детей, заболевших ковид, немного. С марта зарегистрировано 2418 случаев. Но подростки 12 лет и старше активные переносчики. Заражаясь в школе, они могут распространять инфекцию. Министр акцентировал внимание, что вирус очень заразный. Если заболеет хоть один член семьи, переболеют все. Обеспечить стопроцентное соблюдение мер безопасности в школах невозможно, считают в правительстве. Ведь детей сложно удержать на месте. В Минздраве сейчас ожидают результатов работы дежурных групп в начальных классах. По завершении двухнедельного инкубационного периода можно будет судить, насколько хорошо соблюдали санитарные нормы педагоги и малыши. А это важно, ведь менее чем через два месяца прогнозируют новую волну коронавируса. Чтобы запрогнозировать заболеваемость, мы должны понимать, насколько у нас идет разобщение наших граждан в данный момент. Эти прогнозы мы ведем, они у нас каждый день мониторятся ориентировочно. Мы видим, что возможен рост на период ноябрь-декабрь месяц. Минздраве добавляет, что если вирус подтвердится у одного ученика, высока вероятность карантина сразу в нескольких классах и даже в школе. Такое уже наблюдается в некоторых европейских странах и США, где месяц назад началось традиционное обучение. Таким образом, в Казахстане детям пока придется заниматься по интернету, несмотря на срывы уроков и сбои в сети. Министерство цифровизации предложили, как можно решить проблему со слабым сигналом. Мы вот такой ресурс сделали, bailanus.bar. Туда может зайти любой житель и зафиксировать одной кнопкой то, что у него интернет-скорость такая-то. Мы, понятно, эту информацию уже, когда получим, всю информацию, мы будем планировать, как дальше действовать. Потому что страна большая, и мы должны вот эти планы скоррелировать с реальными возможностями, которые есть у операторов. Зарина, а как чиновники собираются решать проблему постоянных сбоев на обучающих платформах? Об этом они предпочли умолчать. Министерство образования продолжает рассказывать, что дети и учителя активно пользуются восьмию казахстанскими сервисами, где проходят около двух миллионов уроков ежедневно. Там же учителя временно выставляют оценки, от которых отказались еще четыре года назад. Это сделали для удобства родителей, которые зачастую занимаются вместе с детьми. И еще один интересный факт, родителям, которым пришлось отказаться от работы, чтобы контролировать весь учебный процесс, компенсировать потерю доходов не будут. Смотрите «Информбирон» на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. «Информбирон», когда нужна честная информация. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!